Девушки отдыхают Ребята, я Сережа, как дела? Жарко, да? Я, вот тема моего выступления напоминает мне, когда открываешь YouTube, и каждое видео такое, посмотри меня, секрет долголетия, как разбогатеть. И также назвали мой блог, как быть популярным, не имея миллиона подписок. Вот, я должен выкручиваться. Я выкручусь. Я Сережа, я давно в этом бизнесе, мне 36 лет. Я начинал на телеке. При мне, при моей жизни зародился YouTube. Он еще был дейтинг-сайтом, некоторое время потом он стал видео-хостингом. При мне зародился Instagram. Я старый черт. Я живучий. И тема выживания в этом странном бизнесе, в котором я сейчас нахожусь, это то, что меня занимает ежедневно. Я об этом думаю. Меня совершенно перестали интересовать сиюминутная история успехов всяких ребят. И я даже считаю, что это проклятие, быть очень сильно популярным сегодня, потому что это по какому-то странному закону социальных сетей и информации работает против тебя завтра. Если ты сегодня везде, ты, скажем, рэпер Фейс, и ты сегодня везде, то тебе очень сложно быть завтра везде, потому что какое-то наступает отторжение. И я горжусь тем, что я очень давно рабочий среднячок. Это лучше, чем быть везде, потому что завтра ты не должен никому. И хуже, чем быть никем совсем, потому что тебя не знает никто. И я могу с вами сейчас поразмышлять, почему так получилось, что меня довольно много кто знает. И первый ответ на этот вопрос, потому что я давно в этом деле. У меня было шоу Риотов ТВ. И это шоу... Кто смотрел? Может быть, кто-нибудь видел? Да, привет, ребят. Спасибо. Это шоу до сих пор работает на меня, потому что оно сильно опередило время. Мои заслуги в этом мало. Это вообще чей-либо. Мы просто сделали что-то на инстинктах, и это сработало. И сильно опередило время. И Риотов ТВ. Мне 36 лет, и я когда сажусь в такси, и чувак говорит, чувак, я вырос на твоем шоу. Я такой, аааа! Ты рехнулся, а потом начинаю считать. Оно было 10 лет назад. Если ему сейчас 25, ему было 15. Он вырос на моем шоу. Охренеть. И все равно деньги берет за поездку. Дряни. Это, во-первых. То есть я как бы давно в неком медийном поле существую, и меня знают классные ребята. И вообще моя философия такая. Мне лучше… Это такая, знаете, похоже на немножко на… Как мама говорит тебе, да, успокаивает тебя. Вот зато у тебя ноги толстые, но крепкие. Ты зато не упадешь, когда ветер будет сильный. И я себя примерно, как моя внутренняя мама, меня успокаивает таким образом, но я в это правда верю, что лучше 200 тысяч очень классных ребят в Инстаграме, креативных и вовлеченных, чем 2 миллиона человек, которым на тебя плевать. Ну просто они мим проходили, им просто плевать. И за те долгие годы, что я существую в публичном поле, как комик, как развлекатель, как человек, который не умеет причесываться, я не раз уже показал, что моя аудитория делает меня сильнее. Вот. И видно, как она вовлекается, и как мы вместе что-то делаем. Поэтому я очень сильно слежу за селекцией. Если вот просто какой-нибудь идиот появился у меня в комментариях, или где-то еще, если он не выкупает, если он просто лишний, и внутренний Сталин маленький, его сразу на месте. Я очень пекусь о том, чтобы нам всем было в нашем клубе классных ребят хорошо. И это раз. То есть я считаю, что лучше 200 тысяч или там 50 тысяч или 300 тысяч людей, с которыми вы на одной волне, и больше их нет. И вот все классные ребята, что есть, я хочу с ними быть. Все люди на свете мне не нужны. Такая философия, мне кажется, устарела. Два миллиона людей, но не могут быть об одном. Это как-то странно. И бренды это чувствуют. И качество контента классное. И потому что оно создается как бы для моего круга людей, которые знают меня, знают мой уровень, требуют от меня какие-то качества и так далее. Знают мою историю. А я знаю их. Что еще? Как быть популярным, не имея миллиона подписок? И вот, пожалуй, все. То есть я просто делаю что-то, во что сам верю. И мой внутренний цензор всегда доволен, либо чуть меньше, чуть больше, тем, что я делаю. Мне не наплевать. Мне не все равно. Второй момент. Я никогда не ориентируюсь на форматы. Сейчас все делают форматы. И весь контент, в принципе, одинаковый. В этом есть большая опасность. Почему? Потому что уходит какая-то мера личности. Кто очень старый, типа меня, 36 лет кому-то, например. Кто помнит то MTV, то старое MTV? Никто не помнит. Когда были вот Александр Анатольевич, Иван Ургант, Камолов. И я потусился к этому MTV сам, как зритель, на сломе. Когда туда брали личности, а потом содержание личности стало ненужным, дорогим и странным делом. И их заменили просто на людей. Типа Артема Королева. Артем, если ты видишь, ничего личного, но ты вообще не то. Прости. Прости. Это как ты поел лобстеров, а потом очень тухлых лобстеров поел. И такой, нет, те лобстеры были лучше. Артем Королев просто работает, не знаю, ну ладно, неважно. Все, это лично началось. Вот. И к чему я? Мы все любили то старое MTV за то, что оно было настоящим и личным таким шершавым. У него было мнение. Поэтому, возвращаясь к форматам и всякой трепетении, которое творится просто на YouTube. И в том числе, вот то, с чего я начал. Кликбайт, да, правильно? Все делают кричащие названия, кричащие обложки. Все делают все по одному формату. И есть только одна мера сейчас. Насколько тебя знают. И это просто путь в никуда. Потому что все делают примерно одинаковый контент, одинакового уровня. Никто не думает про самовыражение. То есть то, что нужно с помощью контента не только зарабатывать, но и как бы высказываться, говорить со своей аудиторией, быть с ними как бы об одном, куда-то идти и так далее. А не просто сделать вид, что тебе правда интересно их мнение. Типа, напишите в комментариях, хотя всем плевать, никто не читает. Вот. И к чему я? Я плюю на форматы и пытаюсь сделать что-то свое. И при избытке одинакового, бездушного и какого-то формального подхода, конечно, тебя замечают. Конечно, хочется что-то своего. Поэтому я не боюсь делать то, как я чувствую. А почему-то интернет стал терять то, за что мы его очень сильно любим. Это дикость какую-то, да? Какую-то ненормальность. Все стало причесываться. Все стали снимать все на дорогие камеры. Это хорошо. Но уходит дух интернета и приходит какой-то формализм. Ты должен все делать по формату. Ты должен делать медиаплан. Ты должен какой-то контент, какой-то план выкладывать в четверг до 11. Все стало скучным, заурядным каким-то просто офисом. Вот. И я пытаюсь не думать об этом, хотя это мой хлеб, да? Но мне кажется, в этом ключ. То есть я делаю что-то, во что верю и пытаюсь сделать это по-настоящему. Даже рекламу. И еще один момент. Вот реклама. Все мы, все мы, я себя считаю блогером, хоть я и комик, но я блогер, потому что я представлен в YouTube, в Instagram. Все мы делаем что-то за рекламу. И это нормально. То есть мы все зарабатываем на рекламе. И моя задача делать рекламу так. Я обожаю рекламу. Я вот просто всей душой ее люблю. Я считаю, что это очень сложная штука. Убедить менеджеров, через менеджеров заказчика, менеджеров агентства и через менеджеров агентств убедить заказчика в том, что моя идея классная, классная. Потому что агентство, я не даю же агентство, кстати. Просто никто из агентства. Терпить вас не могу. Терпить вас не могу. Сейчас давайте подумаем, как нам с вами быть, как нам с вами подружиться. Я много раз был такой, что, я по-моему потерял мысль, но не важно. Много раз был такой, что агентство говорит, чувак, убирай, все, хана, просто нет. Я встречаюсь с агентством, с заказчиком, с клиентом. Он говорит, ну это же классно. Что мы, что, нормально, еще не пасим. А задача агентства сделать из любой идеи, вот такой, знаете, вот такой, круглый жанр. Что вы никого не дай, мы не уволили, чтобы все было зашелись. Я не знаю, куда меня понесло. Короче, ребят, агентство, давайте не бояться говорить клиенту, типа, я понимаю, что все тоже на работе, все боятся быть уволенным, но все почему-то боятся клиента, он разозлится, клиент недоволен. Ну и что недоволен? Реклама это очень сложно и тем это интересно. Я всегда пытаюсь в рекламах достучаться до клиента, вот туда и вместе с агентством предложить им лучший вариант. И просто я прошу вас думать всегда сначала про потребителя конечного, о чем я пытаюсь всегда не забывать, у меня не всегда получается. Но я всегда думаю сначала о зрителе, о потребителе. Человек включил наше видео, которое мы придумали с агентством, мы там с заказчиком, и он должен понять, что о нем подумали. А потом уже подумали о клиенте, а потом уже подумали, естественно, об агентстве, чтобы оно меньше денег потратило. Вот. И это, видимо, возвращаясь к тому, на что меня бросили, как быть популярным, не имея миллиона. Надо делать все честно, и я еще раз говорю, что я обожаю рекламу, я рекламу всегда делаю для людей, чтобы она им нравилась. Странно, что вышелся охвастаться, но, видимо, для этого и нужно. Почитайте, не знаю, почитайте комментарии к моему посту, который я сделал для ТикТока. Я сделал большое видео для ТикТока. Просто зайдите, почитайте. Видно, что сделано. И все довольны. И самое главное, чтобы были довольны люди, которые включили это видео. Вот. И я вот с таким отношением все делаю. Короче, я за настоящую. Я за старый шуршавый интернет, за неправильный, за то, чтобы делать все по-другому. И нафиг форматы. Форматы все убивают, формализируют и делают все невкусным. Вот. Я за личность, за то, чтобы люди пытались выстроить родственные отношения со своей аудиторией, чтобы они были об одном и был обмен. Вот и все. И когда это присутствует, присутствует душа, и люди подключаются. И подключаются. Я не знаю, у меня какой-то вот такой вот, с самого начала, как мы начали делать Реотов ТВ, у меня какой-то был фильтр, что для того, чтобы понять, что я делаю, нужно было сделать шаг. И вот внимательные люди этот шаг делают. Они внимательно отваливаются. И прекрасно. Вот. Я вообще не думаю, что мой опыт универсальный. Просто с вами делюсь, как с моей жизнью произошло. Что у меня, видимо, такое чувство юмора и отношения к вещам, что нужно, чтобы меня понять, сделать шаг. И вот те люди, которые этот шаг сделали, они со мной, а я с ними. И я их люблю. И, как правило, это люди из креативных профессий, из… которые во многом лучше меня. Да, алло. Агентство тоже, да. Что-что? Агентство. Агентство и так далее. Я вышел, чтобы влюбить в себя весь этот смысл этого форума. Агентство. Давайте сотрудничать с Мезенцевым. Он вышел и сказал, вы все свиньи. Ужасно. Нет, я люблю агентство. Я просто не люблю людей, которые не любят рисковать. И не понимают, что интернет, он это поле все еще для экспериментов. Хотя все деньги уже здесь. Но это по-прежнему так. А не давайте не убирать жизнь из интернета. Вот. Лагаре. Знаком вам такой термин? Только что вы наблюдали это. Я вас люблю. Вам хорошего дня. Не упадите в обморок, пейте воду. Я Сережа. Подписывайтесь. Всем классного дня. Спасибо. А если, может, Сережа, секун, а может, есть вопросы каверзные какие-нибудь? Вопросы каверзные есть у вас к Сереже? У кого-нибудь? Есть каверзные вопросы? Очень много ипостатей. Очень много у вас ролей. Да. Как вы вообще с этим всем уживаетесь? Нет ли какого-то вот этого раздвоения личности? У меня просто звук идет туда, отражается и возвращается. Ты посмотришь? Да. Очень много у вас ролей различных. Да. Как вы с этим уживаетесь? И насколько трудозатратно для вас это? Ты имеешь в виду моих персонажей? Ну, это просто одна из частей моего творчества. Это не все, да? Если кто не знает, у меня много персонажей. И, кстати, их тоже охотно использую в рекламе, потому что если… Есть агентство, которое ведет какие-нибудь свечи от геморроя? Или какой-нибудь… Вот есть такой, знаете, опасной категории ко мне. Потому что у меня есть персонажи, которые не я. И ими очень легко работать, ими легко говорить, и в том числе рекламировать то, что человек в уме не станет рекламировать. Это совершенно не сложно. Это часть меняет, из меня выходит. Все классно. И еще один вопрос. Еще была вторая часть вопроса. Нет, все классно, да? Второй вопрос. И последний. Да, вопрос у меня. Третий и последний будет тоже еще. Сереж, когда кино? И будет ли оно вообще? Скоро. Я абсолютно… Спасибо за вопрос. Я все, я навострился в кино, набил руку. Считаю, что я набрался наглости его делать. У меня уже сценарии в пять в разной степени готовности написаны. Рано или поздно я сниму кино. И мне кажется, это будущее, кстати, контента на хотя бы на ближайшие полтора года в Ютьюбе. Все устали от этих одинаковых интервью, от этих одинаковых шоу, где бесконечно известные люди ходят друг к другу в гости, играют в игры и так далее. Уже просто аллергия на это. Я в этом тоже сам поучаствовал и как гость, и как ведущий. Я считаю, что люди от этого устали. И следующий виток, по моему непрофессиональному мнению, это будут веб-сериалы и фильмы. Плюс. В интернете. Спасибо. Спасибо. Кино – это классно. Да, вот еще и последний вопрос. А ты сказал, что любишь рекламу. А были кейсы, за которые стыдно? Нет. Совсем? Кстати, кто вопрос задал? Вот там, да? А, спасибо. Были ли кейсы, за которые стыдно? Нет, нет, нет. Я просто понимаю, что не все в моих руках. Не все в моих руках. И мне стыдно за то, что я не смог убедить, но иногда это невозможно. Иногда нет прямого доступа к клиенту или к агентству. Что-то коммуникация нарушена. Нет, мне нет такого. Все, это все опыт для всех. Все прекрасно. Не было такого, что я сделал рекламу и бренд закрылся. Значит, не стыдно. Надеюсь, еще будет. Спасибо. А прикиньте, такой киллер. Киллер такой, да? Давайте закажем у него рекламу, чтобы закрыть этот бренд. Спасибо. Все вопросы? Спасибо, ребята. Хорошего дня. Станьте умнее сегодня на очень многое количество процентов. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok